Чтоб каждый день турнира Parimatch League Season 1 начинался с таких драфтов, которыми команды нас удивляют и радуют. Virtus.pro в одном пике показали Zivsa и Riki. Вряд ли они бы сделали это на турнире вроде SL1 Gamburg, на котором команда выступала вот только-только. Но здесь на Parimatch League действительно медведи могут себе позволить поэкспериментировать. И первый эксперимент выдался удачным. Своё мнение, друзья, по поводу этой карты и по поводу всех предстоящих карт на сегодняшнем турнире вы можете зайти и оставить на сайте dota2.ru.gg. Это форум, на котором вас уже, я уверен, ждут с растертыми объятиями другие фанаты dota и зрители нашего турнира. Впереди вторая карта, и вот Virtus.pro в предматч в аналитике мы не особо успели обсудить. Собственно, начать хотел бы издалека. Серёг, если мне память не изменяет, в той аналитике, когда мы это коротенько обсудили, работали inmate и lost, а вот твоего мнения на этот счёт я не слышал. Мнение по поводу того, что именно сейв и только сейв был подписан организацией Virtus.pro. Как считаешь, это правильное решение? Ну, я тебе как раз уже и на этой аналитике всё, в принципе, ответил на твой вопрос. Потому что сейв, он играл стабильно, играл хорошо, к нему вопросов реально было мало. Потому что его можно подтянуть ещё до определённого уровня, и всё будет, вырастет хороший суппорт. А с эпилептиками, я говорю, тут чуть другая история. У них не получалось играть, я говорю, получалось играть только вторым номером. И вот сейчас они будут думать. Сейчас они ещё поиграют, я думаю, пару чемпионатов, и по поводу эпилептика вообще конечное решение, мне кажется, уже сделают. Потому что если не будет дальше продолжаться вот эта вот непонятная игра вторым номером, то, скорее всего, они его уберут. Потому что им реально нужно уметь играть там во все стайлы. Потому что когда ты встретишься против грандов, я говорю, на Гамбурге ещё самых жёстких не было. Там и Сикреты не приехали, да, там и LGD. Отдыхают ещё. Все отдыхают. OG те же самые. Когда эти ребята все приедут, а ты будешь вот так вот играть, да, там на Фантом-Ланцере только, то ты всегда будешь занимать там какие-то седьмые, восьмые места, обыгрывать там коллективы, которые с тобой на одной волне, а за топ-1, как в прошлом сезоне, да, ты там боролся, ты уже будешь только мечтать. И поэтому по поводу эпилептика, вот либо ты его сейчас подтягиваешь, да, там, вот этот месяц, да, либо, ну, ты меняешь его и берёшь другого керри и его пытаешься взрастить. Я почему просто эту тему ещё раз поднял? У нас, в том числе в той аналитике, когда мы это обсуждали, проскочила такая мысль, любопытная для меня лично, что не только вина эпилептика в том, что в некоторых играх он на команде Virtus.pro не очень подходил, но и также, что команда и, в частности, драфтер этого коллектива зачастую ставили его в то положение, в котором он не мог себя очень здорово проявить. Митяй, ну, было такое? Было, было. Так это же та же ситуация, что была с LTV в ОГ. Когда временно он ещё не вернулся, его брали там покатать в Киеве на один турнир. Приходишь, у тебя каждая игра четыре каких-то тела на карте фигит, и он там один что-то старается. И для него тоже было максимально... Хотя подходящий герой, он что-то делал. Здесь еще брали максимально неподходящего героя. Ты стоишь, там, условно МПЛ против Тимбера, и... А что ты можешь ему сделать? То есть куда деваться? Ну, то есть сейчас Virtus.pro молодцы, что не поторопились, да, с выводом в отношении него. Просто надо дать ещё чуть-чуть побольше времени. Я, наоборот, подписывал бы его сразу, потому что сейчас так играть тяжеловато будет, и не знаешь, что тебя ждёт, куда там дальше деваться и всё прочее, потому что он так-то молодец. И, очевидно, как Рамзес, там, вполне потянет именно кор-позицию. Ты периодически просто, как бы, драфт свой проигрываешь, и тебе иногда приходится играть, там, не на твою первую позицию, потому что ты понимаешь, что лайны сейчас встанут так, что первая позиция у тебя будет серьёзно страдать. И ты все свои усилия делаешь в сторону второй и третьей позиции. У тебя там трёшка может отыгрывать в роли керри, у тебя там Смиды, да, Нунчик тоже может, как бы, керировать команду. Вот, а первая позиция у тебя страдает, и это твоё решение именно по драфту, потому что драфт ты проиграл. Если, конечно же, ты не Арзик, правильно? Всё так. Вот, и поэтому даже Рамзик в том сезоне, он играл периодически на таких персонажей, потому что по драфту так подходило, как кентавр, как омни-найт, это всё с первой позиции. Вроде это герои трёшки, да, они оффлейнеры, но получалось так, что на них играл Рамзес, и в этом ничего такого нет. И здесь вот как раз-таки, мне кажется, соло от эпилептика вот именно вот это требует всё, чтобы он мог играть на всех персонажах и разнообразно. Ну а такое умение, оно же не может сразу в любом случае прийти и со временем выработать. Ну, в общем, ладно, будем надеяться, что действительно практика у эпилептика получится удачной. А в целом, вот, опять же, если к Гамбургу возвращаться, Митя, и твоё мнение интересно услышать. Какие проблемы у команды Virtus.pro или в целом стороны их игры удалось выделить по итогам этого турнира, ну, в целом оценивая, в каком состоянии коллектив сейчас находится. Вот у меня просто какое впечатление осталось после Гамбурга, что Virtus.pro, играя против относительно топовых команд, да, будем говорить, топовых по версии коллективов, участвовавших в Гамбурге, они немножко закостенели со своими драфтами. Вот опять же, возможно, того же эпилептика можно упомянуть, он играл на трёх героях, тобой уже ранее упомянули. Там было интервью и с ним, и с Сеевым, и там по всех поспрашивали, что, типа, это было решение, там, Егора взять ТПЛ в последней игре и так далее, что не получалось играть в Мету, поэтому они перешли на те герах, на которых им комфортно играть, Сееву, эпилептику и так далее. Там много всего этого было рассказано, но в целом по Virtus.pro мы точно можем выделить, что Резоле пока не хватает опыта, пулу героя, в том числе, как и у эпилептика, потому что ему надо играть уметь не только на Кентавре, сейчас хотя бы Рикки появился. Ну, сейчас я просто возьму эту игру, Рикки, это как бы герой не трёшка, это вот реально трёшка, это герой, как бы с первой позиции, это просто расфармленный кор, который бегает и всех убивает, это не герой трёшка. Да, да, и типсиши по-хорошему нужно иметь там Акса, Кентавра, Андерлорда, Пака, Легионку, Татьхантера, ну, всё вот это вот, и видим, что третья позиция, даже Феникс, какого-нибудь обязательно нужно вспомнить, потому что это отличная, хорошая, работающая штука. И пока у Ризоля ноль, вот просто ноль этих героев, там сколько ты на Аксе, сколько ты на Кентавре наиграл, и то много ходило истории от комментаторов, от аналитиков, что была игра, где он там бегал нагой, эпилептик, без Байбека, отправляет его вперёд воевать, а Ризоль с Байбеком на Кентавре на Жирном стоит сзади, где там для врыва. То есть не хватает Ризоля, не хватает, как говорит Смайл, эпилептику, по ВВА, ну, пока сложный, потому что мы то увидим того же ГПК, и вот у него какие-то сегнатурные герои, на них прямо мочат. Выглядят ярче. Прямо, ну, ты видишь, вот Эмберспири, там Кунг, у тебя прямо всплывают кучи хайлайтов. Смотришь на ВВА, но я вот не видел, чтобы он чем-то выстрелил. Мы видели от него Ликантропа на ЕСЛ, плохо, мы видели Тинкера ужасно и так далее. То есть какие-то герои, которые даже раньше, он тех же Ликвидов, которые старого образца, с Курой и Мирком, на Тинкере Сол разводил один из пятерых, здесь типа делал какие-то глупые ошибки, не справлялся, поэтому подрастерял немножко запал, подрастерял немножко пыл, и будем смотреть. В отношении того, что сейчас, извини, Серёга, что перебил, в драфтах Virtus.pro происходит, я лично с очень большой радостью смотрю на эти драфты. Мы его уже видели на ЕСЛ. Окей, я просто говорю к тому, что очень хочется видеть с их стороны привнесение какого-то разнообразия в эту стадию. В частности, париматч Лига для Virtus.pro, ну вот в данном, в данный конкретный момент времени, это великолепный плацдарм для того, чтобы что-то потестить, потому что они идут, я напомню, первое-второе место делятся командой Spirit, у них, по сути, всё здорово. Они могут, ну, в теории даже отдать пару Best of 3 серий, что вполне возможно, что и не произойдёт, но таких героев они берут, и это здорово. Вот я, как бы, просто рад видеть. Знаешь, Artstyle такой в 2010 году тренировочный процесс вел, когда ещё не было тренеров и так далее, когда он был капитаном команды DTS, такой легендарный, с NS-ом, с Dreadn'ом, с Last'ом и так далее. Они как делали? Они заходили на лигу, были закрыты лиги, где с ток играли, ну, топовые игроки, они просто миксовались, играли между друг с другом. Вот, как они делали? Они заходили, драфт начинался, они никого не банили и никого не пекали. Всё за них делал автомат и компьютер. И почему это делалось? Чтобы выработать у друг друга жёсткое взаимопонимание, чтобы ты мог взять на тот момент любой драфт и микс, да, который против тебя играет. Они всегда командой заходили, но играли именно вот таким вот, рандомом от компьютера. Играли против миксов, да, против топовых игроков, там и лода были, и вся компания эта. Но играешь ты против микса, и ты должен любым драфтом за счёт своих взаимопониманий, передвижений и командных действий, ты должен эти миксы убивать. Если у тебя это не получается делать, значит у тебя на топом уровне, когда ты встретишься против всего разного коллектива, ты не сможешь именно нормальными уже персонажами нормально двигаться, нормально понимать. У тебя будет абсолютно то же самое. Без разницы, какие герои, главное то, что ты делаешь по игре. Слушай, очень крутая история, на самом деле, я не был её свидетелем, а в конечном итоге она возымела какой-то успех? Да, она возымела, ну там реально этот арстайл, плюс он когда добавлял морали команде «идём вперёд, убиваем», это всё очень круто. И у тебя вот эти пары работали великолепно, там команда вообще в сумме она работала, когда там по двойкам разбиваешься, да, потому что все стояли один-два-один, это всё очень круто работало, плюс команда хорошо работала, они верили в друг друга, потому что они могут убить на любых персонажах, там любого, и именно вот само вот это вот взаимодействие очень круто в дальнейшем помогло ребятам, когда там уже в Na'Vi перешли и так далее всё. Путша-легионка в одном пике Virtus.pro, значит, судя по всему, это путш не хардлайнер, правильно, четвёрка? Ещё пока не торопись, мне сейчас ещё кажется легионка, это четвёртая и пятая позиция, опять же Солочи, он сыграл, мне кажется, на Абадоне пятёрке, на Омнике пятёрке, может попробовать сейчас легионку. О всём подряд, да? Начинал играть с Огармага у него. Ну да не, про то, что герой, там, тип спасейбом, то есть ты можешь его делать ситуативно под какую-то вот такую полусаппортивную роль, просто кидать с пылы издалека. На линии, там, сколько ты приходишь к зомби, там, у него одеке, у тебя моментов кураж, и, там, начинаете хитаться, что-то вроде как получается, как вариант. Второй вариант, это действительно путш четвёртая позиция, путш пятая, может быть, путш мидт. А? А? Серёга, давно не видел? Я посмотрел бы. Я тоже посмотрел. Недаром Арсайлу упомянули, да? Да. А он тут, каким боком, он же никогда на нём не играл. Ну, был у него игрок. Был, у него игрок был, но он был не только у него. Подожди, а кто играл в финале первого Инта на Пудже? Арсайл же, по-моему, играл как раз. Там не Дэнди играл, по-моему, Арсайл, нет? Арсайл точно пегал на Пудже, не уверен, что в центральной линии. По-моему, на первом Инте, как раз в финале против Хомов, он, по-моему, на Пудже играл, не Дэнди там был. Дэнди потом уже как раз этого Пуджа принял. По-моему, Арсайл играл. Ладно. Дэнди на этом, накидал на Хуков на третьем достаточное количество. Прямо фонтан. Варлок. Столько героев, любопытных, медведей показывают. Это универсальный персонаж, это универсальный суппорт. Если у тебя нету каких идей, у кого брать, что делать, бери Варлока. Потому что он тебе реально, этот парень всегда типа может стоять на линии, да, за счет своего хила. И в траках это один из самых вообще мощнейших персонажей, который дэмэш наносит при помощи своих бандов и, соответственно, голема. Я хотел бы сказать спасибо команде Бескоза, что они есть прямо сейчас. Так как их подходы к драфту, и многому, говорится, нас научили, возможно, здесь как раз таки просто идет работа на сильные двойки. Ну, кстати, да. Варлок плюс один. Жир-хилл, жир-хилл. Да, то есть какие-то такие неявные, вроде, со мной рекомендации, типа, например, идет какая-то атака у противников Рубен и Андайн. То есть эти ребята, которые, конечно, не особо хорошо умеют убегать. Ноль ДПС. А ты взял рот на первом, взял обхилл на втором, и у тебя большое замедление, потому что ты не уходишь, а драться с ним ты не можешь и так далее. То есть какие-то такие могут быть фишечки. У тебя фейтболт, у тебя дикей, ты драться реально не можешь и откинуться нечем. Ты просто не убегаешь. Типа того, ты именно стоишь, да, то есть дерешься, вроде ты скиллы дал, но пыжа пробить будет тяжело, опять же, ну, он идет, он тебя бьет, он жгет тебя. И тут, может быть, опять же, если, например, с пульс четвертый и варлок пятый, то ты можешь еще и помощь третьего героя получить в подарок. И опять же, ты смотришь на суппортов Fly to Moon, там нету дизейбла. Вот как на прошлой карте был, да, там была Лина, и то вот с Таном нужно этим попасть. И у тебя был Вилл Фиск, все. Марфа сейчас возьмут. Два дизейбла на все просто. Может, и возьмут, но пока, из того, что мы знаем, это то, что действительно путь уже здесь точно кор, судя по всему, если никаких вот этих странных ситуаций не будет в виде варлока, там, мид, например. И пока, опять же, куча комбинаций под это делал. У тебя двойные банды, двойная пожаровка, двойная дуэль. Сиди, кайфуй. Слушай, а может, реально медовый путь? Может быть. Я прям волнуюсь. Смотри, на трешку он не уходит, потому что туда идет легионка. У тебя два суппорта есть, которые точно будут суппортами, которые на корт не поставишь. Соответственно, методом исключения эпилептик вряд ли будет играть путьом. А Вова это сигнатурный, как бы, герой, потому что, ну, частенько играл на путье в меде. Поэтому, скорее всего, это для нунчиков. А вдруг путь пойдет в легкую? На самом деле, тут можно, опять же, легионку поставить в мед. То есть это, на самом деле, есть где-то в голове, что вроде как оффлей, но ты всегда можешь двигать этого героя, ставить легкую в мед, куда угодно. А Пош против Лины будет? Не очень простая линия. Совсем непростая, я бы так сказал. Пош страдает там очень сильно. Я бы его в легкую убирал против Шейкера, к тому же более-менее кайф. Зоми, по привычке, скажем так, пойдет, скорее всего, в легкую протестить Марфа. То есть, если поставить против Шейкера с Рубиком, это вполне себе линия, на которой ты можешь, будучи пуджем, что-то сделать. Тем более, там Варлок придет, опять же, с бандами, начнет пакостить. То есть, я бы ставил пуджа в легкую, я бы ставил легионку в сложную, там она тоже сколько-то стоит. Нет, так смотрится лучше, потому что Лина, да, она пуджа закроет. Да, и Лина сейчас контрпик, плюс-минус какой-нибудь. То есть, причем, знаешь, можно даже попробовать взять героя, который просто будет иметь возможность в дальнейшем воевать как-то с противниками. То есть, что-то типа формата ОД, но они его сами забанят. Ну, БД тоже хотел бы разобрать, но он банен. Ну, там Пларк. Там Пларка норм. Она все убивает. Можно попробовать Снайпера, знаешь, ставить издалека, но тогда не будет героя, который пойдет вперед. То есть, нужно кого-то такого. Он не хочет. Я много играю на пуджа, он не хочет. Это же профит. Ну, медведи. Вы думывали, конечно. И теперь, опять же, много вопросов, потому что у нас тот же некий Рамзес 666 играет фурионом в сложный частенько сейчас. То есть, это может быть для резоль героя. Может быть, фурион в легкую, потому что так тоже делают. И вот сиди, гадай, что куда. Но, опять же, составка все сильно проще. И тут сразу ты выливаешь на Virtus.pro, просто потому что они играют на несколько голов выше. Даже при таких коэффициентах нет ни те не сомнений. Нет, я что-то на то и поехал немножко к ухой и поставил на Flight to Moon. Ну, потом сижу, смотрю, значит, сидит там Андрюшка в кепке своей и кидает Банни Клайд, не падает. А я вот здесь на Flight to Moon поставлю. Удачи. Под драфтом или? Ну, как-то там совсем слева. Интересный пик тоже, интересный. Тоже это все по карте будет летать, непонятно хуки, значит, профит прилетает. Ну, не знаю, мне кажется, Flight to Moon. Мне кажется, зажмут морфа, и в этот раз у них еще и товар дамедж есть. То есть, они это играют сейчас 36 минут, потому что им нечем было здание ломать. Теперь есть. Посмотрим. Потирая руки, друзья, уже переходим к просмотру второй карты с минуты на минуту. А пока слово нашим комментаторам. Интересно их мнение по поводу драфтов услышать. Вы даже не представляете, насколько тут сильно все интересно. Вы-то не видите, как разобрали героев игроки, а мы-то видим. Но это будет действительно жаркая игра. Во-первых, это уважаемый пик с одной стороны. Вот, как бы мы извиняемся, но по-другому сказать не можем. А с другой стороны, это имба-связка, но этой имба-связке нужно дожить до своих артефактов, до своего уровня. И сможет ли Куман здесь потащить или нет, это большой вопрос. Да, на ваших экранах, собственно, пораньше нам вывели драфты, потому что вы видите, что NoOne на Гримстроуке, а Сейв на Пудже. А Эпилептик на Легионке, то есть это Кэрри, Легион, Гримстроук на Миде, Пудж, Четверка, Профит, Тройка. И это что-то с чем-то, конечно. Да. Вот хочется спросить, где все это было на ESL? Где все эти суперзаготовки настолько необычные были раньше? Не хочу никого оскорбить, ничьи чувства, но на ESL, если бы они так пикали, как в прошлой игре, им бы был конец. Любой нормальной и адекватной команды. В общем... Надеюсь, ты ничьи чувства не оскорбил. Да. Так, ну а здесь они играют все-таки против Flight of Moon. Здесь они играют против Flight of Moon, здесь можно вообще потестить все что угодно. Пудж — это герой уважаемый, Пудж — один из лучших персонажей. Но Snowball, Пудж очень круто атакует, когда противники не могут поставить варды во все места, и он там из какого-нибудь кустика уже закидывает кук. И задача для Flight of Moon очень простая. Им нужно дожить до Аганима на морфе. Ну, тут вообще комбинация дикая, потому что Гримстроук на миде. Что сочетается с Гримстроуком? С Гримстроуком сочетается Легионка, конечно же. С Гримстроуком сочетается сам Гримстроук, Дизмембр, Пуджа. И, наверное, самое опасное — это, конечно же, банды Варлока. Потому что банды, которые залетают дважды, это довольно-таки опасная тема. Это сильно. Интересно посмотреть, как они отставят линии. Потому что линии, на самом деле, довольно-таки интересные. Фурион — очень сильный лейнер. Фурион имеется пеньки и пеньками, он просто затыкивает Морфлинга насмерть. Если у него не будет хорошего помощника и андайинг, я бы сказал, что он вроде бы помогает, но конкретно против пеньков он мало что может сделать, поскольку пеньки его просто разваливают с руки. И, соответственно, здесь Virtus.a уже с легкостью доминирует сложную. Я, насколько помню, связку все-таки немного фиксили с бандами, но она все равно осталась довольно сильной. Но что говорить, если просто банды сильные, то что говорить, когда их может быть больше, чем обычно? Итак, Virtus.pro, The Radiant. Забирают две баунти-аруны, две достаются Fly to Moon. Мы видим, снизу стоит у нас Легионочка на легкой, и к ней приходят три персонажа — Морф, Андаинг и Рубик. Сверху будет терпеть пока что Шейкер. Даже не знаю, Шейкеру прям совсем тяжело, ему все-таки уровень нужен в этой игре. Ему здесь будет терпеть против такой даблы очень-очень тяжко. Ну, лучше, если терпеть будет он, нежели Морфлинг. Если бы здесь был Морфлинг, то здесь, естественно, его избили сурги, они просто выбрали меньшее из двух зол. Но, по-хорошему, если линия пушится в сторону Куреона, а пуш находится в кустах, и у него имеется рут, то Шейкер крипам не подходит от слова совсем. Да, ну, собственно, он подходит, но ничего не фармит. Гримстроук на миде, толкнул линию. Да, вот мы видим, тут Шейкер попытка подъесть крипа, но нет, никаких шансов не оставляет. Там дынается все, и пока что 0-0 у Шейкера. Ну, да, сейчас им главное просто оттянуть линию назад. Там есть варианты два. Первый, они просто дынают всех крипов, когда у них уже полстолба, они это делают лучше, чем Шейкер, потому что их больше. И вариант номер два, путь просто делает один пул, линия уходит назад под вышку Куреона, и там без шансов. Если бы у Flight of Moon была супер боевая трипла в сложной, которая бы моментально забирала Легиона и Варлока, то я бы сказал, да, не вопрос, все окей, но, к сожалению, морфолингу, андайенгу и Рубену очень трудно моментально убить Легион Командор, потому что она себя хилит, кидает отцы, быстро убегает, и Варлок еще сверху отхиливает. Да, в принципе, такой триплей, мне кажется, тяжеловато с убийством на самых первых уровнях. Ну да, и они еще друг другу мешают получать левел, а левел таких героев, как Рубен, он критичен. В итоге Рубен пришел на легкую линию, но он не скажет, что здесь лучше. Ок, пошел от сейва, и пенечки, и пенечки работают. Оттуда никуда не должен был уходить. Ой, это мой две тычки, хорош. В итоге Рубен пришел на легкую линию, не скажет, что он там. Да, это похороны. В общем, Рубен неплохо фейт болтом снижает урон от пеньков, но даже несмотря на это, пеньки все равно неплохо пробивают, и там без шансов. Там просто Фурион будет затыкивать на смерть одного и второго. Так, Лина тем временем напрягает Гримстроку, но это нормально. Лина очень сильный лейнер, и Гримстроку будет трудновато. Стандартная ситуация, Лина сильнее любого, но это только так. Тут еще есть такой момент неприятный, что Гримстрок взял щит вдвоечку. Понятное дело, что, может быть, это в будущем будет супер крутая комбинация с Пуджом. Да, это супер сильная комбинация с Пуджом, на него, вешая щит, он убегает. Вот, и из-за этого на линии он как бы спамит Строку Фейт, но это пока нюк первого левела. Слишком очевидно, здесь Пудж вышел. Да, не подставляться под дикей, доджет при любой удобной возможности. У One Dying заканчивается мана, осталось одно танго, можно уже смело идти умер, одета подражеской вышкой, по возможности. Да, он тут уже бесполезен. Побежал. И неприятная ситуация, потому что Морфлинга сейчас просто будет... Кризоля пробили очень сильно, фласку с него сбивают. А он как-то еще мансит странно. Да, он очень странно мансит. Такое ощущение, что, знаешь, Пеньков перепутал. Просто, да, просто бежать по прямой, больше ему ничего не надо сделать. Приходит сейв. Соло тем временем все-таки, ну, это фраг, который достается, да, Соло, потому что он нанес последний урон. И зомби не стал дожидаться, слишком долго там ждать надо было. Так вот, когда он дайнку ходит умирать, Морфу слишком болезненно стоит на линии, потому что щитка у него нет. Регина мало. Закрывает сейва. Он прочный, он суперпрочный. Да, но... Его бьют. Супер много урона. Его убили. Все-таки шейкер достаточно неплохо пробивает с руки. И вот так вот получается. Знаешь, вот я хотел бы добавить по этой линии, что если шейкеру не давать подходить к репам, то... Ой, опасная ситуация здесь. Ихсвелл был на крипе, еще фортификейшн. Да, разбирают Солч, но это опять же, это дыная в вышку. Так вот, если шейкеру на этой линии дать вначале покачаться, то все меняется. Потому что с афтершоком, с тотемом и с какой-то поддержкой от Рубика он уже сам может убивать. Ну, вообще да, но если пуш на этой линии покупает сапог, плюс армор в боковом магазине, то его убить проблематично. Единственная слабость по джаверли гейме, это то, что у него ноль брони, его очень легко пробить с руки, но как только он покупает армор, там все резко меняется. Так, тут странный загул от Соло, на самом деле, потому что сейчас Динос может его... Да, вот так вот. Вот так вот. И Dragon Slave. Это очень странно пошел, он мог просто побежать в другую сторону. У Соло сейчас не будет телепорт, скорее всего, или он просто пешком пришел? Смотри, смотри, оп, оп, байди-блок. Хок, пошел, телекинез, но есть телекинез? Ну, нормально. Шекер, фиссуру. Фабел, Рубен, Рубен красный. Да, вот знаешь, такие, в ВП выбрали таких персонажей, которые там подригениваются. В первой игре это Рики, во второй игре это Пудж, и очень невыгодно с ними размениваться постоянно. Хуком попал, все, ты красный, и вынужден бежать на базу. Так, Лина промахивается станами. Ой, а Гримстрок не промахивается. Да, это провал, честно говоря, для Линны, потому что... Хвелл на крипа, Хвелл не срабатывает. И, и еще разочек, и, 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 и... Нет, не попал. Ну, старался. Флай забирает две баунти-руны, сейв забирает также парочку, и Айсберг бежит на фонтан, на миде. Ну, равный мид все равно, тем не менее. Да и вообще все три линии достаточно ровненькие. Да, но он до Энга на этой линии, вот, конкретно проблемы с каждым разом. Его дикее имеет меньше эффективность, там, с каждым разом. В итоге, ну, просто выигрывает время для пацанов, но уже видно, что, как бы, там, минус четыре силы для легионки на первом левеле это сильно, там, может быть, на втором левеле это сильно. А когда уже, там, на четвертом, на пятом левеле легионка приносит себе статы, покупает брасерок, потом еще берут левел, там уже этот дебаф поселил. Он просто создает для морфа такой спейс, действительно, это герой, который создан именно для такой доминации на линии. А тем временем, флоу. Флоу здесь подцепили, флоу уходит под вышку, стики нажал, и пуш погибает, флоу, остается фраг. Флоу, правда, тоже погибает, но все-таки один против двоих играл. Коэффициенты 1.95 на 1.8, вот так вот они подравнялись. У них верят. Да, да. Ну, я бы сказал, знаешь, что, вот, надо посмотреть на то, как морф сыграет с Аганимом, если он сыграет, а пока мы видим, что здесь просто избеем. Инксвелл. Ой, какой хук, шикарный от Сейва. Красавчик. В общем, я бы сказал, что пока ситуация плачевная, потому что Фурион с Буджом гоняют сложную линию, и там шейкеры трудно. В медиа так уже получается, что Гримстрог гоняет Лину. И в итоге... Лина лагуну дает. Здесь Гримстрог. Еще буквально Инксвелл не успевает прокнуть. Отличный инстан от Айсберга подвоем, но здесь сейв. Лина успевает отпиться на Ботли, разворачивается Айсберг. Все, доконтролил. Тамба стоит. Резолюшн больно. Драгон Слейв. Еще буквально один удар. Дикей что-нибудь. Флай. Флай идет до конца. Флай. И... Нет. Все на кулдауне у Флая. Пуч заходит. Пуч заходит. Да, Пуч заходит. Но он один хуком на этот раз не попадает. Попадает зато под стан. И Лина вместе с Рубиком забирают фраг. В итоге минус Пуч, минус Гримстрог. Еле живой Нечерс Профит уходит отсюда. Это при том, что сверху фармит шейкер все это время. Короче, пошел фид. Пошел фид. Пучу вообще желательно просто бегать с Гримстрогом или подходить к нему, потому что он получает щит, просто убегает толпу, и там мало кто может противопоставить что-либо дэмэджу. И Пуча очень быстро не убедит. Но здесь мы видим, что сначала забрали быстренько Гримстрог, а потом еще пошел отдался Пуч. И это реально шанс для Марфа Шейкером. То есть им по-хорошему своей линии нужно было закреплять тем, что они просто делают пару успешных гангов, и поэтому всей командой бегут фармить лес, но сейчас ошибаются. Да, по легионке, айсберг, отличный фраг. И следующая соло. Пошла неплохая ульта от Nature's Profita. Соло на развороте. Флайп получается, но здесь Рубик. Рубик дает фейтбол, там закрывают. Кого закрывают? Резолис закрывают. Он сам себя, что ли, закрыл? Я не понял этого момента. Вообще, видимо, да. Я еще думаю, кого там закрыли. Выходит Шейкер, дает фисуру. Эхо слэм имеется, но не добежит. Не с той стороны закрыл. Что произошло с Резолюшиным? Рубик еще не шестой, не мог его закрыть. Флоу. Вот она, комбан. Флоу. Нельзя подходить. Нельзя подходить к Флоу. Ну, Резолюшиным нельзя. Остальным можно. Забирают Флоу. Пучина хостей здесь нормально. Обойти, обойти, обойти. Поставить вардику сюда. Так, поставил. И убить Андайнга. Один не убьет. Это стаки, это стаки. Это бегут на тебя ходили. Это стаки силы. Андайнга свои стаки силы тоже есть. Не перманентные, конечно. Так, ну Андайнг сам пошел куда-то. Да, это же стаки. Кук есть. Бери и забирай. Закрывают. Поставил тампу. А это деньги, смотри. Подкирился. А помощи нет. Никто не идет. Да. Это чисто бегут стаки для пуджа и папки. То есть, вообще изи. Флай такой. Вот я бы сказал, что иногда спейсить пятерками это круто, потому что ты там выманиваешь противников, разводишь их на сплыв. Но против пуджа спейсить не рекомендуется. Особенно, когда он возьмет 25 левел. Потому что у него будет слишком много силы. И вот, возможно, многие слышали о легендах, где пуджи бегают 5-6 кхп. В один момент это, наверное, один из самых сильных коров доты. В итоге он идет дальше. Он находит Бена. Почему-то не скастовал хук, хотя у него была такая возможность. Замахивался. В итоге ищет свою новую цель. Шейкер не ходит. Шейкер даже не мансил. И Шейкер приплыл. Да, Шейкер уехал. Да, что-то тут жестко. И Лина сюда летит. Ставится в арт. Нужно бы подъесть. Резоль также заходит. Сейв под хилом. Нужен щит грим строка. Нужно повесить на пуджа. Нашли, нашли. Ну, ван крадется. Через 2 секунды будет чит. Пудж на позиции целится. 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 И... И есть. Зомби попадает. Правда, ну, закрывают его пеньки резолюционные. Не даются бежать. Резоль пока что просто солирует в составе Virtus.pro. Я бы даже сказал, в составе FTM в данной игре. Все, все для врага. Ничего и для своих. И нашли пуджа. Да. Целится. Целится, целится. Это, конечно, было круто. Целился долго. Знаешь, такое бывает. Чем дольше целишься, тем хуже потом. Но он попал. Да. 4500 лина, 4300, резолюшн 3700, эпилептик 3600, греймстрок и только 3200 морф. Да, у коров прям совсем... Вот кроме айсберга, у коров FTM прям все плохо. О, какой ультимейт интересный украл себя Стема. Полезный выход от леги. Ну, я радуюсь за морфа. У него была не самая легкая линия, он отправился на легкую, и он начинает потихонечку подфармливать. Пока Virtus.a пушили правый центр, у него было немножечко времени, но все хорошее когда-нибудь заканчивается, ему нужно срочно уходить в лес. Вот так, у него там ПТ-шка готова, и после нее будет Оганим, видимо. Или даже не будет брать ПТ-шку. ПТ-шку берет, все, Оганим следующим слотом. Да, прям райт-кликом. Ну, если не ошибаться, если делать реально все круто, то это сильная штука. Ну, да, сейчас, если какой-то шанс есть у дайров, то это каким-то образом успеет пушить Virtus.pro, поскольку в лобовых столкновениях против Голема им нечего делать. Там Голема реально в Соло убивает Морфлинга, Вакуинтлину. Да, они, конечно же, могут попробовать за счет того, что сейчас Легион Командер стоит снизу, и Гримстрок стоит на центре, два Кора. Но если они сделают ТП прямо сейчас, поскольку пушить втроем не имеет смысл, то... Так, пошли, Сема выходит, Сейва увидели, видят Resolution, а Солоча находят. Голема не будет, походу. Сразу нужно кастовать, Солочу не дают, раз кастовать ничего, Рубик успевает кастануть, будет ли Сол Рип? Нет, Сол Рипа кажется... Нет, Дисмэмбер! Дисмэмбер ворует, и Флай забирает даблкил, но все-таки уничтожают Рубик, и тем временем Шейкер врывается в Ризоля. Ризоля также убивают, и Пейлептик слишком поздно сюда прилетел, и в итоге только одного Рубика дали. Ну, круто вышло. Да, во-первых, провальная позиция от Солу, он спрятался там, где его найти проще всего. То есть, если уж ты идешь пушить вышку, то лучше всего прятаться слева в лесочке, где вот спрятались и другие члены его команды. Во-вторых, если они идут драться, то надо идти и драться не 3 на 5, черт возьми, а брать с собой еще Легион Командера, гримструйка, потому что здесь в меньшинстве у них вообще нет шансов. Банально, Варлоку просто не дается кастовать ультимейт. А если рядом находится Легион Командер, и он дает пресс-атак, и Варлок закидывает голема, то легенькая. Но, к сожалению, Легион Командера вовремя на позиции не было. Да, и теперь, в принципе, зная, что Виртус Про имеет все свои ультимейты, и они опять вышли на верхнюю вышку, логично будет ее отдать и пойти как раз-таки посплитить. Да, а теперь они наверняка понимают, что сейчас уже Виртус Про приходит сюда вчетвером. Пятый герой, если что, быстренько подойдет. Единственное, можно наказать Солоча, который поднимается на хайграунд, и его нужно убивать по-быстрому, чтобы не было голема, но его не успевают убить. И голем падает на противника. Хорош. Да, голем падает, правда, Соло все-таки погибает, но это уже не так важно. Это минус 2, пока что минус шейкер и 2 суппорта, минус 3 в размен на Соло и голема. Но против голема тут без шансов. Не хватило Лины, которая фармила в этот момент треугольник, не хватило Морфлинга, и ребята из Лайтума просто переоценили свои силы. Я думаю, что Лина и Морфлинг хорошо даже, что они были в этой драке. Я думаю, что в этом случае тогда нужно простым героям бегать. Если они не могут убить, то бегите, бегите, глупцы. Да, это немножко странно было, согласен. Морф берет себе талант на волну, айсберг почти 12-й. Чуть-чуть ему остается Кастрейн. Смотри, какой артефакт у Легионка. Блинг появляется, да, это Кэрри Легионка, между прочим. Это не пайп с блинком. Это инициация, это брызг. Это не пайп, это точно. Соло фармит голема, кстати, очень неплохо этот голем еще и толкает линии. И Резоль прилетел, но у Резоль могут быть проблемы. Лина не должна тратить стан, но она его тратит. Правда, Резоль все равно не летит. Там шейкер. Не летит. Шейкер контролит. Ой, какая опасная фиссура. Стан, юл, все одновременно. Да, без шансов для Резоля. От шейкера не убежишь. Unstoppable. Короче, если бы у Виртусов не было пуджа. Дуэль, но перекачка. Перекачка включена, не может дать волну. Нужно сбить Баншу. Сбить Баншу, успевает. Перекатывается и уходит. Куман таким нельзя. Да, Куман таких щелкает. У него там реакция на высшем уровне, он перекачку успеет рубить. В общем, если бы у Виртусов не было пуджа и Легион Командера, которые могут скелиться бесконечно, там Легион Командер 1000 демоджа, пудж 6 косилы, то я бы сказал, что у Виртуса почти приграли. Потому что очень скоро появится там у Морфлинга Аганим, и вот с Аганимом Морфлинг начнет... Ладно, не очень скоро, он там в ближайшие 5-6 минут. Скоро-скоро. Да, то есть Морфлинг начнет это проплачать. Единственный вин-кондиншн такой в лейте, это реально пуш, который просто будет испепелять, как только начнет качать посетку. Пока он не торопится, потому что стаков еще мало, и важнее раскачать и роты, и хук. И вообще, как бы эти стаки действительно, вот Дима вам рассказывает, но все-таки нужно учитывать, что зачастую даже и пуджи с 5к хп, и Легионки... Я видел один раз, как Легионка с 1000 урона проиграла. Я видел, как Легионка с 1000 урона дала дуэль и умерла от плеймела. Да, 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 это... Ну, в общем, существуют варианты, поэтому это не панацея, конечно, но и до 1000 урона, и до 5000 хп здесь еще далековато. Например, 3800 хп и почти 1000 урона. А еще бывает такое, что некоторые герои имеют слишком много брони, и там даже если есть урона, невозможно убить. Так, хук. Будет хук-аннистер, не залетает ни в кого. Зато залетает Resolution. Resolution залетает. Resolution реально делает все, чтобы Flight of Moon эту игру выиграл. Он пока старается во всех сил. Да, сейв, беги в игру. Но он мощный. Голем вроде... Голема нет, Голема нет. Бресс-атак потрачено рановато. То есть Голем от... О, а вот и Голем. Ну, поздновато. Дуэль во флайе. Да, дуэль во флайе есть. Воруют... Что, Голема ворует? Ооо. Голем появился, но очень поздно. Уже минус два ребята сделали. Да, дуэль, конечно, выиграна, но Путш пострадал. Ну и самое главное, Resolution. Resolution, который набирает большой нетерс, топовый нетерс в своей команде и просто влетает в стройку. Слушай, болею за флайд умун, потому что реально Virtus. Вот именно в этой игре видно, что они подраслабились, видно, что они бьют баклуши. Resolution просто залетает противников своим фурионом. Я бы сказал, что это не есть хорошо, потому что он топ-1 нетерс, и фурион хорош тем, что он давит в начале, но он не супер-то лейтовый герой в лейте. Спруте — это, конечно, классная штука, но против Лины и Морфтинга Спруте не делает вообще ничего. А про пеньки и про его ульту я вообще молчу, они в лейте не так эффективны, поэтому флайд умун вперед, флайд умун, ну, обязан. О, Айсберг, ты посмотри на его, ну, это как короночка Лины его. Да, Айсберг начинает. Так, эпилептик, блинк на кулдауне у эпилептика голема. А Лина не поверила, ты посмотри, Лина развернулась. О, недоверие в команде. Недоверие. Веры в тиммейтов нет. Нет веры в тиммейтов. Зеленый голем пошел фармить. Слушай, я думаю, он мечтал бы бросить, просто чтобы пофармить. Ну, на самом деле, фармиться реально с ним круто. Вообще наезде. Оп, оп, оп. И следующего. Причем лучше ему забрать линию, а голема отправить в вражеский лес. Опа! И тут уже вера больше флайд умун. Да, 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 куба. Парим матч с нами согласен, да, что скоро, скоро, скоро. Он манфует по лесам, смотри, его не видно, он ходит, но сейф пошел вперед, сейф чует, будет ли хук. Нет, он шарит за вот такие темы. Так, флайд. Флайд не совсем, но он не... А флайд просто желтопрямой. Ну, норм. Так, тем временем, дуэль у нас пошла. В Лину дуэли, сайлент сверху. Дуэль выиграть, конечно же, не получится, но получится убить Лину. И это очень неприятно. Тут еще и поймали флайя. Флайд погибает. Все, мы еле живой. Ну, не еле живой, точнее, флайд. Короче, вот если они будут играть вот так, если Virtus.a будут играть вот так, с детства за Virtus.pro. Но почему-то они так играют где-то буквально 2-3 минуты, а потом начинаются массовые... Да, но вот этот момент, конечно, когда Куман сидит в засаде на грани вижена. И Андрюша просто... И просто... Та-та-та-та-та-м, I'm dying, заходим. Куман... Ого! Ого! Эпилепсик. Эпилепсика! О, 0 от Рубика! И Куман застрелил. Сема души их. Да, Сема реально жесткий. Сема нормальный спилы ворует. Он, знаешь, во что не сворует? А там же долгий дискмембер. И здесь тамба, ондаинг пошел так же. Солч, все, кусают зомби, замедлили Солча. Хук! Но ондаинг подставляется под хук, и на этот раз это хорошо. Андрей красавчик. Да. Андрей отыгрывает роль вратаря в этой игре. Он прям ловит. Но лучше в него. Лучше в него, чем в кого-либо. Слушай, ну всего 2К преимущество. 1К преимущество, это вообще не преимущество. Причем все эти деньги в фурене. То есть, учитывая, что делает резолюшн по этой игре, я могу предположить, что он еще пару раз точно ворвется. Вот, пару раз. А у Морфлинга очень скоро будет агоним. 70. 70 монет осталось. Да, у Морфлинга очень скоро будет агоним. Вроде как Шейкер левел в этой игре взял, поэтому все будет хорошо. Шейкер у нас уже 12-го, у него тоже имеется Блинк. И вот сейчас посмотрим, как они будут реализовывать данную связку. Замакшены два главных спала для Морфа. Афтершок и Тотем. Вот был бы на их месте какой-то, наверное, папарацци и его дружане на Шейкере. Я бы сказал, что здесь уже ГГ. Там папарацци просто пошел и сделал Бион Будлайк. Но тут им дважды ГГ, потому что на Морфе Куман. Нет, подожди, Андрюша старается. Андрюша пока. Ловит Анденга. Да, но я просто смотрю, и Эпилептик вот все пытается прыгнуть там с Блэдмейлом, дать дуэль в Морфа. Но Морфа и перекачку успевает включить. И рядом находился Рубик. Пытаются заковырять Рошана, но Гримстрок немножко недамажащий персонаж. И пауза. Здесь все равно. Знаешь, когда видишь Андрея, на любой пятерке хочется взять Сларка, Саленсера, Пуджа и Легион Командера. Все, что копит. Да, я просто всю игру бегать за ним стакал. Там Андерлорд еще неплохо. Да, да, да. Ну и многие другие герои. Но действительно. Приятно, приятно. Из тех времен, когда еще ничего не стакалось, было прикольно. А вот сейчас. Причем на какой-то Легионке. Ведь стоит отметить, что Пудж, он как бы растет, но не так быстро, как Легионка. Легионка может вырасти прям нереальным темпом. Сларк растет еще медленнее. Вот Сайленсер и Легионка, они могут колоссально набрать интеллект дополнительный и урон. Но тем не менее, Пудж забирает с каждого фрага, который есть рядом. То есть ему не нужно там ультимейт какой-то ставить. Ему просто достаточно быть рядом. К тому же у него огромный прирост в принципе. Сайленсер еще знаешь, плюс то, что он отнимает интеллект. Да, он ворует его. Он лишает ман. Для какого-то Анденга это критично, поскольку он как бы это от интеллекта зависит. Как бы не читают ничего. Ну да. Ну слушай, это хороший командный мув в исполнении ВП. Солча нашли. Лагуну. Лагуну, лагуну. Но не хватает урона. Врывается Фурион. В итоге Айсберга нашли. Его нужно по-быстренькому убить. Он пытается спастись на мусульщине. Тут же дает дуэль. Ну а это Боди. Боди он всегда может ван-экс-5 ворваться. Но спалил Рошана. Да, он спалил Рошана, но команда как-то его не особо реагирует на то, он спалил Рошана. Андрюша вот говорит, Падж, тебе нужна сила. Тебе нужна стак. Сила нужна. Лови, две с половиной силы. Лови, брат. Команды действительно не реагируют. Рошан падает, Айсберг падает, Флай падает. Падает нижняя вышка, конечно. При этом там вот профит полетел. Я стараюсь подумать, зачем он вообще шел туда. То есть его команда вот там снизу бегает. Флай? Да, Шейкер и Морф. Они даже не двинулись в эту сторону, увидев, что ребята забирают Рошана, и Флай пошел. Флай пошел, посмотрел, увидел. Проиграл? Посмотрел, увидел. Новое что-то, да. Да, 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 да. Тут, те времена, ребята фармят, а они как-то пока не торопятся реализовывать. Свою связочку, хотя уже... Они вместе. Да. Как бы... Так, а вот она. Нашел. И не убьет. Бишура. Не убьет, не убьет, Рубик. И волна. Бам, бам. Началось. Айегис минус. Бежит. Бежит сюда. Паджик, тяни, тяни, родной. Паджик. О, хорошее. И Дизмембер по двоим. Один строка. Дизмембер бы сейчас дать. Вытягивает, но рвет в связку. И Дизмембер попадает только по Шейкеру. Морф перекачивается. Шейкера теперь не будет. Пошла ульта от Нейчерс Профита. Там Флай. Флай, как всегда, танкует. Все еще сохраняется форма у Кумена, но отсюда проще сбежать, что он и делает. Ну, вот так вот. Айегис разменен неплохо на двух героев. 1600 хп с одной урной. Все только начинается. Пассивка в единицу пока. Когда у него будет 5 кхп, ему будет порвано на все комбинации. Он просто поет вперед и выиграет игру. Но пока что их еще не 5. 28 уронов всего-навсего. И Легионка, в общем-то, достаточно просто здесь погибла. Отдала Игис за Шейкера и Саппорта. Морф продолжает разгоняться. Андрюша ставит рекорды. Ну, а что? Да, Флай. Где-то же, знаешь, нужно... В какой-то смысле это даже круто, что ты как бы ставишь хоть какой-то рекорд. Самое приятно, что у тебя всегда есть как бы саппорт, который готов пойти вперед. И хотя бы дать Вижен, это уже приятно. Принять на себя удар, это уже неплохо. Но тут... Опа! О-о-о! Ну, перекачка? Нет, нет. Тут бесполезно, тут это минус сейв скорее. Там голема-то нет. Голема нет. Голема нет. Тут же, азбюс, связочка хорошая. Нужно... Идизмэмбер! Барик очень жестко! Морф погибает! Простите, пожалуйста, Шейкер. Шейкер под Сайлансом. Сайланс забирает Шейкера Банша. В итоге Айсберг убегает отсюда. Продолжается битва с Рубиком. Рубик также погиб. Но это было реально мощно. Буш забайтил на себя. По-царству. В общем, связочку эту они реализуют слабенько. Потому что у Шейкера мы видели блинг. Мы видели два хороших замеса, где Вертусаях уничтожает без шансов. И Бодя врывается в спину, дает лагуну. Оп-оп-оп-оп. И убил игол. Сайланс убирает. Хорошо. Сайланс повесил. Но Сайланс сбивает. Поднял, слушай. Поднимает. Тут один против всех. Что творится? И беги. Бежит. Бежит. На травелах отступает. Ну да. Сайланс дотикал. Ну просто один против всех Айсберг сейчас показал нам доту. Правда, такой доты, как правило, не побеждают. Ну и флай по традиции. Не стал отделяться от команды. Так вот, Шейкер купил блинку. По-моему, ни разу не дал ультимейта. Он все время умудряется подставляться. Хотя, казалось бы, в этой связке все, что ему нужно делать... О, открывается Морф. О, он забирает Соло Мидгрим-Строка. И Солдж тоже должен забирать фиссура крест-накрест. Какие тычки. В общем, Морф прыгает. Да ёп... Пожалуйста, дайте, дайте... Держите себя в руках. Я понимаю, напряженный матч. Резолюшн погибает. Как всегда на фиделе. Но это классика. Классика уже этого матча. Так вот, Шейкеру не нужно прыгать первым, черт возьми. Он просто может дать фиссуру издалека и ждать, когда люди стянутся на Морфа, который врывается в толпу, который нажимает на перекачку в силу, и его уже убить нереально. То есть, всё, что нужно сделать Шейкер, это выждать момент. И потом, когда начнут бить Морфа, такие герои, как Лигион Коммандер, Пуч, которые войдут в бежний бой, просто дать в них эхо-слэн. Всё, что делает Шейкер, он дважды зачем-то прыгает за Морфом, дважды ловит ультимейт Грим Строка и дважды его убивает. Он не даёт ультимейта Шейкер. Задумайся. Ну вот, Морф берёт себе все самые вот эти приятные таланты для Морфа Шейкера. Скоро будет манта или там уже есть манта. Да, уже есть манта практически. И у Кумана всё лучше и лучше дела. После манта ему не будет страшен так сильно Сайланс. Я бы сказал, что в один момент, когда он купит Блэкинг Бар, он так будет разваливать. Ты прикинь, там... Ну то есть, там физа, по сути, только у Легион Коммандера. У Легион Коммандера не так много урона. Если он реально прыгнет в пятеро героев в БКБ, ему вообще ничего нельзя сделать. Но только Легион Коммандер может попытаться его убить. Так, заходят в Fly to Moon на нижней линии. Андрей вперёд. Свети, свети. Пошла ульта от Рубика зелёная. Очень больно, кстати. Она раздамаживает здесь по пенёчкам. Весел на Пудже против Морфлинга. Грава-то всё. 2600 хп. Сейчас попытаются навязать очередной замес подражеской вышкой, но Вертуса пока на всё это дело не ведутся. Тут плохо. Тут, на самом деле, если враг чекает вот этот вот кустик за вышкой, то очень тяжело как-то ворваться. А сверху ставится пару вардов и подойти тоже очень сложно. Да, если противник взял позиционку. В общем, они наконец-то играют как команда. Они сейчас двигаются все вместе. Теперь мы видим что-то адекватное. Морфлинг находится на передовой, бьёт вышку и заставляет Вертусов стянуться. Как только Вертуса стягиваются, Fly to Moon to Vita, они могут спокойно уйти в свой лес и дальше пофармить, потому что им критически важно купить два блэкинг-бара, один на Морфлинге, второй на линии. На миде видят Солоча, перехват. И Морф моментально окажется на центральной линии. Тут всё. Не попадает по Солочу. Фиссура. Фиссура не с той стороны. Но есть ещё одна, не страшно. Пол хп минус. Сайланс. Манта. Манта. Всё контролирует. Он не самый сильный Морф, я скажу, вот этой связки. То есть он промахивается, он ещё даёт фиссуры так, что если бы был один Форстаф, то Вартбой ещё, скорее всего, и выжил. И он, короче, не так хорош, как Тир-1 Морфлинг. Он не видел. Ох, вышка с пол хп. Да. Это что, это баланс. И дальше, дальше пошёл, но не находит. Находит, ну, на, идёт дальше. Как будто услышал тебя и... И решил реабилитировать. Да, перекачку включил, перекачивается. Да. И вот это, то, что мы сейчас видим, ну, по-моему, это баланс, да? Просто прыгает героя в твоего кора, даёт одну тычку, одну тычку. Чёрт возьми, он даёт ему одну тычку, ну, на полстолба нет. А, даёт его вышку, срезается. Да, это я уже молчу про то, что он помимо одной тычки даёт фиссуру, волну, адаптив страйк. Вот это всё вместе он даёт. Может ещё перекачиваться, попробуй его убей. Мне там будет 3-4к хп. И вот это, мне кажется, надо что-то с этим сделать. Это, это... Outlanders, или как там называется новый патч в конце. Ну, это слишком сильно, да. Да, причём Морфлинг он только набирает. Его тычка будет скелиться с его статами в будущем. И чем дальше затягивается игра, тем больше он будет давать урону со своей тычки. Смотришь, такой патч нот. Мы пофиксили, Морф больше не может превосходиться в шейкера. Во всех, во всех героев только не в шейкера. Но это было бы самым простым решением. Да, и теперь нужно просто бегать гуськом в Flight of Moon. Им желательно не давать его в фраге. Гуськом. Бегут за Солчем, Солчь поднимают воздух. Просто бурсы убить. Фиссура. Красавчик сейв. Красавчик. Да, но ещё одна. Морф. Колем и не успевает выкинуть. Есть ещё манда. Отойти. Отойти, отойти. Резолюшн БКБ. Морф бежит. Морф беги. Уходим, уходим. Убегаем. Молодцы. Слушай, они красавцы. Они развели резолюшн на БКБ. Они заставили Варлока байбэкнуться. И вот так вот можно продолжать всю игру. То есть, по сути, хороший сейв это только путь, который сразу даст фуг. Ежательно ещё кому-то дать форстап, чтобы герой смогу Лина под аркан руной тоже очень опасно. Пуджа цепляются. Запрыгивает. Прямо под пуджа. Снова падает под стан. Эхо слэм. И Солыч погибает. Не успел ничего сделать. Сейв уже где-то там убит с помощью лагуны от айсберга. Ещё и под аркан руной. И сейчас всё это откайтил. Слушай, они молодцы. Заявочка на 1 на 1. Заявочка на 1 на 1. Заявочка на бан морфинга. Заявочка на бан морфинга. На всю жизнь. Против любой адекватной команды. Против всех. Да. Ну, тут очень трудно дефтиться. Морфинг стоит бьёт. Лина стоит бьёт. Естественно, айнга нет, поэтому подхиливать здесь проблематично. Но вышку они в любом случае побили. Нужно просто убить Т3. Можно ещё забрать рейнджовый барак, потому что миличные они точно не заберут. И всё, что нужно делать, это просто бегать и дальше кидать фиссуры. То есть ситуация настолько ужасна, что даже если пуджа даёт хук в кого-то, скорее всего Лина с морфом успеют забрустить любого героя, так что он моментально убрёт. Вот. То есть он хук и труп. Вот. И. И такое бывает. Или знаешь, там тычки, которые летят в еле живого героя, которых уже никак не спасли. Ну да. А если ещё морф за спину. Аганим. И там 20-й как раз с Amplify. Да, да, да. Пойдёт. Пошло. Ну то есть тысяча чистого урона и ещё. То есть тысяча урона с морфа, тысяча урона с лагуны. Как вышить непонятно. Ну да, там реально Легион Командор, мне кажется, упадёт за пару секунд. Так, ну и теперь вот у Фуриона неприятная ситуация, потому что спидпушить против морфинга и шейкера сложновато. Ты где-то появился, получил фиссуру и умер. И его даже БКБ, скорее всего, не спасёт, поэтому Резолюшн сейчас не появляется на линиях и Фурион превращается как бы в бойца. Но, с одной стороны, Фурион, который просто бьёт с руки и фидит пеньками, давай противнику деньги, а с другой стороны, морф, который за тычку сносит тепло ХБ. А Фурион тут фидит вообще чем только можно. Ладно, мы пеньками тут отрезали. Да, вначале было, конечно, жёстко. А сейчас, в принципе, уже профит. А сейчас уже его герой потихонечку. Не настолько. Да, то есть единственное, что можно попробовать убедить в своей комбинации в виде Блатторна, но в этом случае нужно сразу варить Лотус, например, Шейкеру, чтобы он мог сейвить кого-то из союзников. Да, там Блатторну или Фаер, но это можно действительно, если не в Толлах. То есть в идеале просто находишь рейн, даёшь ей два этих слота и убиваешь. За 5 секунд. Что, ребята фармят? Верта Соби ужаснейшая позиция, они теперь косплеят Flight of Moon с прошлой игрой. Ну да, у них кэри Легионка, у них Гримстрок на второй позиции. Им очень трудно бить вышки, потому что стрелок Гримстрок вышки бьёт слабо. Легион Командер, если подойдёт бить эти вышки, он рискует умереть моментально. И они теперь надеются на ошибку Flight of Moon. В детстве мама рассказывала сказки про 5к. Андрюша, Андрюша, пошёл. Пошёл. Всё, всё, нашёл. И сейчас позиция для Шейкера. У него есть тех слэп. Андрюша, Андрюша, пойти. Снимают, да, Андрей. Куман врывается. Собирают. БКБ. Минус БКБ, минус смоук атака. Ну, на самом деле, Virtus'а немного сейчас заработали. То есть они просто убили пятёрку, потратили БКБ, потратили время. И Фрён улетел вниз. Фрён улетел вниз, Undying очень скоро появится. Рошана всё ещё нет. И Flight of Moon могут пойти в ответ в любой момент. Shadow Blade. Шадо Блэйзолю. Вот сейчас хороший хук может быть во флор. Хорош. И убить. И дуэлечка. Дуэль хорошая. Морф там, конечно, кидает адаптив, но ничего не может сделать. Хорошие варды. Отличнейший брак. Слушай, идеально. Нужно байбекаться. У Шейкера нет байбека? Шейкера нет байбека. И печаль. Ну, это печаль. Это Рошан. Это подарил Рошану Шейкер. Так, и Пуча стоит, выцеливает всё ещё. Там что, ещё какой-то вижен есть? Нет, больше никакого вижена нет. Просто на удачку. В итоге минус Рошан. Шейкера нет. Поэтому Арфа, я так понимаю, там форма может закончиться. Да, вот она заканчивается. Поэтому драться. Или подходят. Они типа подходят, да. Они могут попробовать. Да, держим. Но лучше это делать Шейкером. Без него здесь мало что могут сделать. 20 секунд. Не, не, не. Всё, Рошан упал. Ещё такая неприятная позиция из-за того, что сейв кого-то может просто вытянуть и будет ещё минус один, ещё минус один. Да. Рошана забирают. Резоль забирает Аегис как главный кэри в команде Virtus Pro. Так, тем временем Путш, мой мальчик, 3К КП уже. Причём артефактов у него почти нет. Это всего лишь навсего один ВС. Вот когда он оденется, он будет карать. Он будет карать вообще всех из команды Flight to Moon, потому что им сейчас нельзя вот так вот умирать. Им нельзя давать Рошана. Нули фаер. И? Лотоса нет. Ло Шейкера, по-моему, Лотосом там даже не пахнет, потому что вы только что убили. БКБ. А, нет, он собирается. Но не пахнет. Но не пахнет, да. И БКБ тоже не очень эффективно работает, потому что можно дать нули фаер до БКБ, и герой просто не нажмёт. Да, самое главное, что можно дать не в Шейкера, и Шейкер своим БКБ никого не сможет. Да, да, Лина, вот Лину очень легко можно убить. Она как бы больно бьёт, но пойдёт быстро. Штука в том, что эта связка, она один на один смертельна, но если есть тиммейт, если это драка 5 на 5, то Лотос снимает и то, и другое. А вот если Лотоса нет, или если, опять же, залетел нули фаер до БКБ, то да, здесь. Ну, правда, если нули фаер до Лотоса залетел, то тоже ничего не сделает. Прям теоретик Владимир любит. Я люблю теоретизировать, да. Путш. Идёт. За флоу крадётся. Флоу отступает. Немножко поаккуратнее в темп стали играть сейчас после вот этих вот. На самом деле могут их развести здесь, Вертуса, за счёт этого профита, который постоянно летает. С другой стороны, я смотрю на пик, но вот реально, как ты можешь развести морфа шейкера? Они же летают через всю карту очень быстро и убивают тебя за секунду. Резоль пошёл в атаку. Сейчас многое делает Путш. Если у Флайта Монн нет где-то вижена, то Путш может с Солянова начать дракон. Резолюша. Шоу Лино. Он её убьёт? Да. Ну, на самом деле тут много ВП рядом. Много игроков в ВП. А вот с этим героем хватает. Плохо, что у Фуриона не хватает урона, чтобы убить Линус Соло. Ему нужно купить что-то ещё. Блаттор. Да, Блаттор он апнуть, тогда урона будет много. Так, Резолюшн. Куман у Линку сбил. Куман ушёл. Здесь же Нун. БКБ у Кумана. Вот оно. Но нет Айсберга. Ну вообще, если они и дальше будут фидить по одному, то Вертуса просто рано или поздно слойт героя без байбека. У них там будет преимущество 5-6 тысяч. И как-то хочется, чтобы Флайт Умун навязали борьбу. Легион Касс есть ССР. Ну, Флайт Умун действительно прям совсем не знают, с какой стороны подойти. Причём Резолюшн идёт первый. У него Аегис. Он просто идёт первый, да. По вражеской территории. Там как бы надо ставить сентр. И если что, как бы намекай игрокам Флайт Умун. И вообще Флайт Умун желательно просто сейчас сидеть на треугольниках. Вот есть треугольник снизу, на котором легко воевать. И на котором легко делать ТП. Есть треугольник сверху. Вот. И там и там можно сидеть, спокойно фармить, пока не закончится игрок. 30 секунд ждут Лину. Видят Резоля. Резоль забирается под носа баунти руну и не успевают никак к нему. Ну вот опять же, очень поздный выход. Если хотели выйти под баунти руны, в четвером можно было это сделать значительно раньше. Но как-то всё принимается очень медленно. Все решения. Кумана находят. Куман сбивают. О, Куман БКБ нажал. Куман очень больно. Соло еще. Фиссура. Надо уйти, надо уйти. Надо уйти покатить, пока Варл Пенетрация очень неприятная. А по какой-то Андрюша дает урон для Легион Командора. Тем временем Морклинг пытался поймать Гримстрока, но Гримстрок он повесил на него Баншу. Тут вообще Куман прикольно разоградывает. Нет, Куман нравится. Он убил соло-героя. Конечно же зарядка. И это еще не все. И дальше, дальше, дальше. Есть ли просветка, есть просветка. Стан еще. Куман превращается обратно в Резоль. Но Резоль Аегис нужно сначала убить Пуджа. Пуджа Аегиса нет. Ульти. Ульти кого-нибудь. Шейкер пока что не ульти. Длинневку на самом деле. Дальше, дальше, дальше. Аегис у Резоля. Просветки нет. Не уезжай вместе. Shadow Blade. Shadow Blade работает. Но здесь уже была потрачена просветка. 8300 урона. Это да. Это вот он. Можно ли сказать, что в этой драке ему не было равных? Это мой мальчик. Причем он почти все в соло сделал. То есть команда подбежала под конец. Но видел, как работает Shadow Blade? Вот я в пабе. Знаешь, мне всегда... Нападение на Кумана, может быть. О, двойная волна и все. Двойная волна. До свидания. Хочется историю рассказать. Я не активно играть. В общем, каждый раз, когда собираю в пабе Shadow Blade, критика даже понимает, что сильная команда никогда в жизни не позволит тебе уйти в InVision. Она по-любому сделает все, чтобы ты не смог реализовать свой Shadow Blade. Shadow Blade уже не в мете, его не нужно собирать. И тут мы видим, как просто бегают там топ-100 ММР мимо и Resolution на Shadow Blade спокойно на ноге выбегает из замеса. Все от темпа зависит. Да. Если высокий темп, то InVision очень хорошо работает. Как мне кажется. Я бы сказал, что все зависит от того, берут Dust или не берут. И это, я так понимаю, Dust берет только Undyne. Вот я бы сейчас посмотрел на героя Flight to Moon. Так, нашли эпилептика. А это Legion Commander. Здорово. Очень много урона. Минус сыр. Скидает сыр, пытается сделать ТП, нечем спить. Да. Нормально, да? Сыра больше нет. Да, это мейнкерри был. Это был мейнкерри, наверное, один из самых прочных героев после Podja. Так вот, надо посмотреть, у кого есть Dust. У Рубена? У Рубена? Пожалуйста. Гем. О, мое уважение. Мое уважение. Но там такой еще момент, что ведь нужно добежать. Чем хорошо Dust? Да. Блинк, блинк. У него есть блинк. Он может с блинка добегать за Форианом. Гем. Это хорошо. Пожалуйста, Flight to Moon просто бегайте пятером, а Егис там, его там скоро не будет или он уже пропал. И просто деритесь 5 на 5. Все, у вас есть все необходимое. Морфинг нажимает на БКБ, врывается в толпу, его очень трудно убить, и вы побеждаете. Главное, не подставьтесь под связку с Гримстроком, и все это легчайшее. Ради Христа. Всего святого. А вот, собственно, Айсберг. Блатторн. Блатторн. Вот Блатторн, это очень сильная штука. Да, Блатторн, это заявочка на победу. Айсберг у нас продолжает бегать один, но ему пора завязываться с этим делом, чтобы Форианом убивает соло, и нужно валить. Ибертянка. Морфа. Валить, бежать. Морф. Манта использует. И уходит. Да ладно. Нулифуар влетает в ТП за Куменом, тем временем Флай. Да, поймали. Поймали Андрюшу. Да, Флай бежит, сейчас будет дуэль. И стаки для Буджа. Ооо, 150 урона. Но 150 не так много еще по такой игре. Это уже полрапира. Да. Это нормально. Учитывая, как у него было вначале, это вообще огонь. Но из них, наверное, 140 на Флай. Нормально. Короче. Шейки разобирают еще. Резоль продолжает здесь солить. Вот какой бы начал ни был от Резолюшена, сейчас он вытаскивает очень хорошо. Кумен успевает прокатиться до Голема. Это буквально. Еще идет дальше. За Солочем. На Коро стерли. Так, весел на Кумена. Атака будет ли дуэль? Дуэли, кажется, нет. Кумен успевает нажать БКБ и уйти. Немножко Резолюшен не успел. Я вот пока смотрю, что происходит. Такое ощущение, что это Кумен в Ан-Х5. И четыре героя просто бегают от Ваттуму, где-то умирает по одному. Черт возьми, почему они бегают по одному? Ну там Фурион с Блатторном и Нулифайером хватит. Зачем я говорю, ну пожалуйста, бегайте вдвоем, втроем. Но не по одному. Он просто вас всех убьет. А вот и Фурион. А вот Фурион. Но, кстати говоря, он далековато зашел. Да, из пресс-атак. Но сверху еще один стан. Шекер. Экослэм в двух героев очень далеко зашли. Резолюшен погибает. Минус Резолюшен. Сто секунд без него. Эпилептик на БКБ уходит. Тир-3 все еще стоит. Соло единственный был, кто бил здесь вышку. Рожает еще одного голема. Родила. Изи бабки для Кумана. Да, минус первый и минус второй. Он нормально, он поднялся. Плюс 200. Строку Фейд залетает. Очень мощная от Нунчика. Издалека там плюс 600 к радиусу. Но его цепляет Айсберг, который говорит, я буду мстить. Я буду мстить за свою смерть. И мстит за свою смерть. Двух големов. Он, кстати, вот они были. А тем временем еще и попытка. Фиссура закрывает Куман. Куман, он что, как он унюхал этого пуджа? Он знает, что пудж здесь. Все, никуда уже отсюда не скрыться. Куман, нужен шейкер. Нужен кто-нибудь. Нет, не знает он оставил. Он пощадил. Он великодушный, он милосердный. Но на самом деле нужно, конечно, этого пуджа там найти. Нет, ТП, КД. ТП, КД, да. Пудж там будет с окольными путями убираться. Помнишь, как в Гладиаторе, когда он отказался по приказу Сезаря? Да. Милосердный. Все сошло с рук. Так и здесь. Он просто пощадил. Пошел, пошел, пошел. Куман Сали. Эпилептик тоже в Shadow Blade. Ну, ему понравился такой смерт-оп. Резолюшн на ноге думает, убегает. Кстати, Резолюшн еще и гем отдал, выбитый до этого. Это неприятно. Неприятно. Где он? Ага, вот он, Лины. Слушай, ну давайте, давайте. И подходят к фер-3. Куман. Бьем Бараки, стоим за Марфом. Шейкер не подставляется. Мор бьет Бараки. Линка на Марфе. Линка двойная на Марфе должна быть. Лина стоит, как далеко Лина стоит? Очень далеко. Айсберг очень боится, видимо, в этой игре. Там супер-силл. И два раза он постоял далеко от команды. Минус Бараки в миде. Следующие. Давай, давай, Куман. Вытащи. Вытащи Flight to Moon Solo. Ты можешь. Это будет один раз. Потом Марфа забанит, и все. И на этом будет конец. Переименовываемся в Flight to Grosnoy. Сложно раффл, я не понял. И ничего. По-любому, какой-то тест есть. Кому надо, тот поймет. Извините. Так, Resolution пошел. Кремить его найдут. Он, знаете, так бежит в Invisin. А его с гемом найдут и убьют. Он видит Шейкера. Тень. А, еще Шейкер увидел в Легион Командера. Да, Легионка. БКП поздно. Ну, А, 0 ультимейт, 0 ультимейт. Неплохой ультимейт в Легион... Да, Шейкера забирают, Легионка также забирают. Минус Undying. Ну, Undying это разменная монета. Resolution Laguna в спину. Погибает. Два байбэка нужно валить. Два байбэка. В свою очередь, байбэк от Undying. Flight to Moon и Мхо довольно-таки неплохо подрались, если они успеют уйти. Фурион летит. Фурион без БКБ, можно моментально его фокусить, Лина подрубает локинг бар. Нужно быстренько убить Фуриона, потому что у него вообще ничего нету, но... Ай, Команд, Команд в форме Лины. Не было Штейкера, пришлось превратиться в Лину, но успевают уйти отсюда. Resolution очень-очень битрил. Без байбэка. Ну, он следующий. У Нуна тоже нет байбэка. 80 секунд. Кто четвертый? Кто третий здесь? Это Солоч. Солоч погибает. ГГ, ВП и это 1-1. Какой же царь Рубик в финальном замесе. Он своровал пресс за атаку. Вовремя накинул на Морфлинга, сняв все вот эти неприятные дебафы. И, в общем, что я могу сказать? Куман затащил эту игру. Ну, почти в соло, будем честны. Остальные игроки немножечко-немножечко... Не доигрывали, но вы видите, насколько, черт возьми, это сильная комбинация. Это Морф и Шейкер. Это просто 8К урона на Ньюскор, который ворвался один в четверых. Черт возьми, там поубивал полкоманды и еще убежал. Это только один герой. И если бы у него была сильная команда, они бы эту игру закончили много быстрее, но... Но? Но команда была такая. Но Flight of Moon далеки от Тир-1. Но на самом деле Сергей что-то знал. Он поставил на Flight of Moon на этой карте. И был прав. 1-1. А Серега просто видит сильную личность, как бы, как там было Реал Лайфер, да, ездит на... Конечно. Ну, на той самой машине. Я не помню эту пасту, но вы поняли, о чем идет речь. Вот, собственно, Серега увидел своего среди всего этого сброда. И, собственно, ставка... Если не обыгрывать две трети позиции и суппорта в миде, то я уже не знаю, как там в доту можно дальше играть. Ну да, да. Ну, слушайте, но Flight of Moon определенно испытали проблемы даже с этой сильной связкой. И это вызывает вопросы к ним все откину. Да. Даже хоть они и выиграли карту, но на самом деле больше вопросов к Вану. Ты видел этого, Гримстрока? Ну, слушай, какие могут быть вопросы к мидеру? Видел, да, видел. А ты, Серег, видел эти вопросы? Так, ну, что он сделает? Хорошо, прилетает Фурион, закрывает Лину. Что ты жмешь? Первую клавишу. Ну, к ушку у кого-то там, другая клавиша. И не попадаешь. Вот этого не должно быть никогда у Сиро-1 мидера. Ну, на то... За Станиного нужно попадать в любом случае, за любого героя. Ну, типа, стоящего на месте. Ну, слушай, у всех бывает. То есть, есть же какой-нибудь Никс, да, на котором периодически сильные игроки мажут станами. Здесь практически то же самое. Там нетаргетные и в станы не попадают. Ну, и здесь точно так же первый спелл нетаргетный. Но он не попал в стан. Ну, типа, занеземленного противника. Ну, ладно, окей. На самом деле, я просто... Чисто для того, чтобы было какое-то противопоставление. На самом деле, у вас странные вещи делают. Очень странные вещи делают. То есть, опять же, мне нравится концепт того, что они пробуют новых героев. Мне нравится, что они, там, как-то оно все это дело реализуют. Пусть и не против самого сильного коллектива на свете. И что-то у них даже получается из всего этого момента. Но я реально расстроен тем, что... Берут героев, на которых... Ну, них очень мало, видимо, на игры. На игры, я не знаю, то есть... Так, а что, наоборот, хорошо же. Пусть берут. Где как-нибудь... Так мы хотим ДОТ смотреть, а не вот обучение, скажем так. То есть, ты приезжаешь, знаешь, на чемпионат мира по футболу. И те выкатывают юниор-аматоров лет десяти побегать по полю. То есть, вроде как бы, прикольно. Но ты немножко за другим здесь. Слушай, ну... Все-таки здесь объективно, по сравнению с многими другими турнирами, не так высоки ставки. И, по-моему, лучшее, что могут Virtus.pro сейчас предпринять, это разрывать шаблоны, по возможности. Поэтому я и говорю, что я не против. Мне просто это в меньшей степени нравится, чем если бы он играл на чем-то... Ну, допустим, на чем у него там сорок игр лишних сыграны за последних пару недель. Потому что пару раз он мог эту линию просто убить в соло. Но он именно вот из-за того, что где-то не доиграл, где-то не досмотрел паблики, просто рука на это дело еще не заточена. Где-то, может быть, неправильно может досчитать урон с третьего сплала и так далее. Где-то вот за малым не хватило. В первой игре Кунка два раза умер. Здесь, получается, подфит, который в итоге вывел Лину на долгое время в топ-1 Эдвардса. Это все же руинит тебе игру. И потом ты говоришь, что мы ищем командой свой плейстайл и все прочее. Так он руинится как раз такими вещами. То, что у противника в той линии, где не может быть и не должно быть, оно есть. Мы сейчас папчик, честно говоря, смотрели. Если так вот присмотреться невооруженным глазом, у тебя просто реально мясо. Команды дают друг другу бешеное количество шансов, чтобы выиграть. Одни фидят, потом эти идут фидить. Так вот эти весы и качели, они просто продолжаются туда-сюда, туда-сюда. Не знаю. Это реально какая-то, знаешь, вормап-карта. Просто дайте парню, дайте побегам, покидаем скиллы и потренируем тимплейчик. Вот сейчас вот все-то из этой серии было. Ну а в лейте понятное дело, что справа пик, он тебе посильнее будет, пика слева. Да, но отдельно все-таки стоит, наверное, выделить Кумана, что не растерялся в игре 1х9. Сделал просто все, что мог на этом морфе и раз герой позволяет. Это, кстати, вот хорошее им подспорье, вот эта именно карта, к моменту, где мы обсуждаем всяких разных там вайперов до Мирогла. Потому что он тоже умеет также клавиши нажимать, ему вот это на кнопочные иногда что-то. Здесь Куману дали, он нажал все клавиши, как положено. Везде среагировал, везде какой-то был врыв. Звили линку, уже все нажал, уже все сделал и пожалуйста. А он в целом игрок такого разряда, которому надо давать плеймейкеров персонажей? Ну он может, на всех героях. Ну, еще бы. Он лейтер, он как гень. Он как эпилептик, да. То есть дай ему Ember Spirit, он тебе тоже покажет там. Он показывал, собственно, в пушной карте. Я допускаю, что ты можешь откопать старые эти игры винстрайков, где они там краски за два месяца готовились и сколько-то, две недели на Будке им сидели. Он много наигрывал на разных героях и краски. Резоль такой же. К нему было, да, меньше всего проблем. Все ребята с первых позиций. У Резоля большой, скажем так, жизненный опыт. Он же и мидером побывал, и в легкой поиграл. Мидером и в Империи играл. Потом пришел на первую позицию, да. Сейчас на третьей играет. И это, кстати, не так и плохо, потому что со временем, знаешь, когда-то он дойдет с того, что будет позиции там 4-5, и получается он будет видеть доту со стороны игрока, играющего в топ-коллективах, играющего в топ-турнирах. И все это будет видеть с каждой из позиций, все будет знать и, ну, станет тем самым вести и доту. Это уже сенсей дота начинает. Да, да, да. У него будет черный пояс по доте. Это кто такой у нас есть наверняка? Это Кура Кокура, да. Он из тех героев сыграл. На Тейл сколько-то такое же. Сейчас играет на пятой. Играл в легкой, играл в миду. Ну, в сотой затосих. Пупей тоже. Пупей плюс-минус, потому что, на самом деле, слишком много уже времени. Почти 9-10 лет играет именно в пятой позиции, 4-5. Он просто с первой доты, как раз таки, это все перепробовал. Это так. Перепробовал корр роли. А потом уже, когда перешел в наби, там уже исключительно супер. Да, просто остальные, которых мы перечислили, они именно, ну, в рамках второй доты. Я просто помню, ну, Климента еще с первой, там со времен 2007-2006 года. Каким он керри был, Серег? Мощным. Нет, он не был. Был, был, был. Я смотрел игру. Не был мощным. Я смотрел игру, где он играл на... Климент тогда 14 лет был. 15. Вот. Не был он тогда мощным керри. И мощным игроком тоже. Первая дота смотрел реплей с лиги. С СП, наверное. Я командую за школу. Икс СК он назывался. Кура в Миду на Миньоре против Пупея в Миду на Сэмке. Классно. Это круто. Там такая карта была. Трапиры, размены тронами, там все было. Классно. Да, но здесь пока не так классно, потому что реально вот глава расстройства мое, это то, что они не пытаются выиграть. То есть их цель здесь в другом. Играться, размяться. Да, да, то есть покидать клавиши, что-то сделать, потому что было бы желание выиграть, нажимали бы смоки, выходили бы на какие-то объективы, то есть забирали бы баунтируны уверенно, постоянно. А здесь, ну иногда типа что-то делаем, иногда что-то не делаем. Потому что сейчас даже ситуация была не сверхстильно проиграна, они на самом деле могли там выкупиться, как-то пооткидываться. Но зачем, если можно написать ГГ и не париться, пойти в третью карту? Да, я допускаю, что помимо подхода, помимо того подхода Virtus Pro, который они практикуют здесь на турнире, они еще и, вероятно, очень расслабленно играют сейчас. По-моему, вероятно. То есть вот отсутствие этих смоков, помянутых в большом количестве, отсутствие каких-то, не знаю, организованных действий. Нет, они смоки и жмут, и даже ты видел там, где был выход на варлока, и на него напали-то в тремя, когда умерли в топе, потому что думали, что он стандартно нажал смок, пойти поставить в варды. Подождали, вот он высадился, они напали на варлока, а там оказалась вся команда за ним. То есть что-то они делают. Просто ты опять же, в том месте нажал смок, сломает там Т1 вышку в топе, окей. Следующий смок, там выход набаунтирует, на следующие три смока это были какие-то форфан, типа там пуш нажал на себя, побежал куда-то и так далее. В хорошей игре этого никогда бы не случилось. Да. Заход от Резоля под фонтан, убить Андрея вот это вот. Вот как раз эпилептику дали попробовать героев, о чем я и говорил, то что периодически драфты выходят до того, что ты играешь на трешке. Вот здесь вот как раз-таки, пожалуйста, «Легионка» это трешка. Ну, как «Кентауру», у меня на это вот кардинал. Это кардинал все доты, Резоль уже машнит себе первую позицию, а пересаживает на третью эпилептику. Ну, не ровен час это и произойти может. Потому что если я правильно помню, поправьте меня, если я не прав, то в Ашерах он вроде как раз-таки и был не керри. А резолюшная речь? Нет, про эпилептика. Про эпилептика. И где-то он же там поиграл в стаки пару недель. Давай сейчас, пока статистика идет, я попытаюсь проверить. Ты можешь попробовать? Да, потому что, по-моему, он играл там как раз-таки не на первое, а потом его добрали в первое, в Virtus Pro. Сейчас Ашеры… А, нет, на Ликвипедии, к сожалению, даже нет тех матчей, в которых он играл в составе Ашеры. Ну, это обея. Я про то, что где-то я читал, слышал, видел. Это не так критично, я про то, что сейчас, знаешь, этот аккуратненько уже… Если бы так попробовали, не особо получилось, поедем на следующий турнир, уже там, по САП-3-1. И это уже будет не первый раз, когда резоли так аккуратненько пересаживается на позиции посочнее. Слушай, ну, какими бы ни были его мотивы, это может возыметь определенный успех, как мне кажется. Возможно. Все-таки Роман всю карьеру провел именно в этой роли, и если он пересядет туда, то ему просто комфортнее, как минимум. Да так. И проблема только в том, что это опять сведется к 4-1. Ну… Увы… Это не работает. К сожалению, да. Как и стратегия Virtus.pro на второй карте не очень хорошо сработала, друзья. Если у вас есть свое мнение на этот счет, или вы просто хотите пообщаться о нашей любимой игре, заходите на сайт dota2.ru.gg и оставляйте там мнение по играм, которые мы с вами смотрим в первом сезоне Паримач Лиги. Третья карта, первая Best of 3 уже не за горами, поэтому не уходите далеко, и мы очень скоро к вам вернемся.